Третья решающая карта между командами Virtus.pro и IG Vitality в рамках Manila Weekend All-Star Друзья, начинается прямо сейчас И у микрофона Force LX все, как всегда, ничего нового Virtus.pro играют за Dire, за Radiant играют IG Vitality Снова ВП забирает Шейкера в свой пик Понравилось Virtus.pro играть с этим персонажем Он и на первой карте был, а на второй И честно сказать, что там, что там, он показал себя с лучшей стороны Но на второй карте как-то у Virtus.pro не пошли дела Саппорт Windranger, как по мне, вообще не заехал То есть герой, который просто практически ничего не делает Поначалу пауэршотами бьет, но потом как-то уже одних пауэршотов становится мало Хочется какие-то замедления иметь, какие-то дизейблы Или какие-то другие, может быть, полезные способности Бафы для своих тиммейтов Ничего подобного Windranger как персонаж предоставить не может И впоследствии пятерка Windranger оказалась просто бесполезной Ну, так мне показалось, да То есть там, конечно же, ряд ошибок командных было допущено Нашей командой Но в целом, если бы вместо Windranger был какой-то другой, более полезный саппорт Наверняка эти ошибки было бы допустить сложнее И они, вполне вероятно, не были бы допущены А это же Vitality берут Котла Никса и Виномансера Никс и Коттл уже у этой команды были На первой карте был Никс, на второй был Коттл И, по-моему, Докфайт сыграл на Эр Спирити На предыдущей, да То есть Никс у нас, скорее всего, для Докфайтс будет в этой игре Его любят именно на четвертую позицию ставить Ну, у Virtus.pro уже очень сильный лайн Очень сильный лайн Это Doom плюс Лич Только вот видите ли, в чем проблема Шейкер на Core позицию Он в миде против Виномансера уже не стоит То есть Рамзес показал своим пиком сейчас Что Шейкера собираются ставить либо на центр, либо на кэри Вот, и в такой ситуации это, конечно, не очень хорошо Ну, блин, ладно, можно, конечно же, сделать Doom и четверкой Но мне кажется, что Doom и четверкой делать не так хорошо Как, в общем-то, Hardlane Hardlane ему отдавать Потому что там он быстро получает 10 уровень Быстро прокачивает талант на Devour И начинает очень быстро фармить, очень много золота получать Плюс он на лайне достаточно опасен со своим Infernal Blade И проклятой землей восстанавливает тп-шки Вот, и Infernal Blade может очень большой урон наносить Ну а в комбинации с Личом, то есть Этот персонаж становится просто практически неуязвим Потому что у Дума на самом-то деле только две проблемы Это отсутствие хорошего запаса маны и отсутствие брони Лич фактически решает одну из этих проблем Просто вот банально прокачкой Ice Armor Даже в единичку уже Doom становится крайне сложной целью Ну, под бафом Ice Armor первого уровня становится крайне сложной целью Для того, чтобы его как-то руками там убить Ну а с маной там приходится, думаю, самому как-то разбираться Брать барабаны или, может быть, даже аркантапки По-разному играют Так, здорово Здорово Здорово, я что-то сижу, смотрю, четвертый пик идет Думаю, ничего себе Так бы и смотрел, да, но комментировать Да, 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 да Ну и на самом деле просто, короче, ладно, неважно Неважно, что я делаю Это неважно Все мы знаем, что ты делаешь Что у нас тут интересного-то, господин Форс? Расскажите Решили выиграть, похоже Да? Ну да Лича Дума взяли Ммм, слушай, круто, круто И Манки Кинг мне здесь нравится против ЛЦ, в принципе Да, Манки Кинг тут отлично смотрится Тут, в принципе, против ЛЦ много чего есть И Манки Кинг, и Шейкер Можно поставить что одного, что другого персонажа Ну, может быть, еще... Я тут пытался просто утверждать, что Дум у нас на третью позицию Но если Дум на третью позицию Тогда, ну, как бы Шейкеру придется Возможно встать в мид Вот, но если Шейкер в мид не встанет Туда встанет Манки Кинг И тогда у Манки Кинга будут проблемы Поэтому все-таки мне начинает казаться Что Дум для Соло или для Лила Для Лила, скорее всего Соло будет на Личе играть Нет Дрэгон Найт То есть Коры у нас получается Дум, Манки Кинг и Дрэгон Найт, да? И Шейкер четвертой... Ой, слушай, что-то я тут вообще намудрил Да, Шейкер четвертой позиции, все правильно Дум Лич в сложную Манки Кинг сейфлейн И Дрэгон Найт на центр для Нунчика Ласт пик для IG Виталити Интересно, почему я так подумал вообще Что, что-то, видимо, слишком долго идет эфир Какой-то уже час эфира Самое сапауное, что это второй был 3, но у нас идет 9-й час эфира 9-й час эфира Ну, очень сильные задержки, да Я вообще за день ничего не поел Но это последняя карта на сегодня И надеюсь, что она будет самая интересная IG Виталити забирают Разора на ласт пик И Флайбай будет играть на Виномансере То есть Легионочка в сложную Что у нас получается Ну, против Легионочки Манки Кинг от стоит хорошо С другой стороны Дрэгон Найтам будет тяжеловато против Разора Дум плюс Лич на лайне против Виномансера Котла Тоже в перспективе должны хорошо стоять Ну, наверное, Вертус Про все должно устраивать Паша Паша играет на Шейкере Лил играет на Думе То есть неужели Лил будет играть на 4-й позиции Непонятно Непонятно Свапуется Лил на Шейкере Паша на Думе Да, прекрасно Ну, вот Рейзер, он все меняет на самом деле Рейзер все меняет, я согласен Очень сильно выигрывать моменты в драке Останется либо Дрэгонайт, либо Манка Кинг без урона И все Будет трудно Ну, наконец-то все по позициям, да, что Лил уже не на Рубике, не на Пятерке, Лил на Четверке катает И решили, ребята, и правда все Две карты сыграли, третью сейчас берем и просто забираем Берем и побеждаем, да 30 минут максимум, да Но 30 минут может и не получится Все-таки у Дрэгонайта очень тяжелый лайн Я не знаю, как ему будут помогать Может быть, Лич сместится в центр Это вариант неплохой То есть оставить Шейкера одного Нет, обратно посвапались, посмотри Лил на Думе играет Ну, посмотрим, как Лил будет играть на Думе Потому что Такое нечасто можно увидеть Дума именно в сложную Обычно берут именно в сложную По причинам указанным выше Я уже говорил, почему Шейкером будет у нас играть Паша Ну, в таком случае Шейкеру помощь в боте не нужна И Лича можно на центр отправить Лича, кстати, поймали на Варзинге Ай-яй-яй, Соло-Соло Ай-яй-яй-яй-яй-яй А, тут Рамзес Рамзес говорит, я тебя спасу Спасает ведь? Ну, вообще не факт Или спакает Я точно тебе говорю, 100% Правда, что Рамзес себя не спасет Это тоже другой вопрос Да, и он вкачал Баундлесс Берутся, у него это плохо Это прям Дизастер Ну, Соло Пожалел Смоук Почему он пожалел, непонятно То есть он Шел варзить Если бы он вышел в смолке Он бы понял, что Как бы ему там подниматься никуда не надо Или что ему надо отойти Если бы этот смолк развился Он бы Убежал просто-напросто Но все равно Две баунтируны должны забирать Виртус Про Одна достанется Паше, правда А не Рамзесу И свапаются лайнами Посмотри Рамзес вместе с Соло Отправляются в бот Шейкер Забирает руну И с телепортом Но пока пешочек убежит Наверное Крипов в миде как-то перекроет Или что он будет делать Лил помогает Блокировать крипов Здесь на центре Есть у него тапок Очень многое зависит от того Какого крипа Найдет на первом уровне Лил Очень многое Можно найти какого-нибудь Сатира дикого С шок вейвом Дать там пару шок вейвов Очень много демеджа нанести Можно голема маленького найти Но тут крипы плохие спавнятся Что пойдет Ну, сожрет сайс армором Передумал Передумал Пойдет совуха есть Да, следает совуха Но торнадо стоит 200 маны Сорян Придется побегать Только для брони, видимо Другого варианта я не вижу Пойдет размениваться тыками С кем-нибудь Может быть А может быть и нет Сейчас тот котл окажет Медвежью услугу Застакает Вообще Лилу это было бы выгодно Если бы здесь крипы появились Потому что там может появиться Какой-то хороший крип И его можно съесть Да, и Лилу специально не блочит Видишь, спаун Оставляет крипов Оставляет спаунбок спокоя Чтобы крипы появились Паша, конечно, не самый приятный лайн против Виномансера Но он пока держится Молодцом Пока у Флайбай не вкачаны Там какие-то другие крутые скиллы Нет Гейла, нет вардов Очень сложно, но ничего он уже поражал фласку 4 крипа у Дрэгон Найта И уже 8-5 у Рейзера Да, ты подходишь в контакт Получаешь моментально стеклинк Еще и тут мана Берна В передаче Даже Брисфайером элементарно Не может добивать крипов И, конечно, трудно Даже соло особо не помощник Такой вот ситуации Приходится терпеть Все, что может сделать соло Это поедать рейнджовых крипов И делать так, чтобы лайн Дрэгон Найта Очень часто находился в области Где ему легко крипов переманивать И где он легко крипов может просто фармить Докфайт забирает аркейн руну У нее сейчас появится еще мана Берна Соло заставляет сделать пфаут Оно... так Сблат у нас уже был Но Рамзес умирает в боте Причем умирает Это ж вторая смерть для Рамзеса, если что Если быть точнее У Рамзеса пока все не очень складывается круто Для смерти за 3 минуты неполных Снова свапаются лайнами Средники... ну да, туда-сюда свапаются, ребята Хотят подстроить игру под себя То есть изначально они не хотели ставить Манки Кинга против Виномайнсера А потом в итоге поставили Ну ладно В общем-то Манки Кинг неплохо против Виномайнсера Рамзес может простоять, если ему поможет немножечко лич Хорошо работает Гейл Баундл Страйк Рамзес наспешит кастовать Понимает, что убить не получится Но можно ХП восстановить и много демэджа нанести Виномайнсера Топ телепортируется к Коттлу В итоге Рамзес попадает палкой по крипам и восстанавливает Очень много здоровья себе Лайбай возвращается на лайн Мажет Гейлом Рамзеса Или Линейд попадет Попал, попал, все нормально Рамзес сейчас, по-моему, все Нет, мажет в смысле намазывает Ааа... Не мажет в смысле промахивает Слушай, ну тебя тут, конечно, перло в ифите Слишком сложно, Форс, давай попроще что-нибудь попроще это не к нам я понял это куда проще это на пиратский стрим у нас же официальный стрим или пират у нас у нас но я нет нет он мы официальный стрим наверное нас не забанили еще ведь правильно значит мы официально но у нас доната отключены все отключено но если что в донате если что друг скинь там номер телефона убивают тем временем пашу как и доната отслеживать все будут кидать тихонечко знаешь никто даже не узнает и ладжи говорил что вот этим временем леча забирает слушай ну легионка прям соло какие-то фраги делает это вообще ненормально как так удается как так получается что легионка уже второй раз соло делает фраг без дуэли то есть она же подцепить не может да она может загонять но в очередной раз один из игроков виртуз про оказывается вблизи крипов судя по всему и прилетают стрелы наносят очень много дэмэджа на мастер пока без вардов раскачивается качает именно по из инстинк и гейл очень крутая хорошая раскачка позволяет очень агрессивно стоит в топе в боте тем временем ловит легион очку тотем удар работает авторшок лил у него есть инфернал блейд но паша немножко подблочил да и легионку которая с фейзами догнать мягко говоря не просто драгон на это сдался ушел в лес купил талон возможно лас пик и драгон на это когда у оппонента есть последнее слово это не самое правильное решение ну потому что вот а рейзер все было ну просто идеально на топе соло еле живой соло таки денается рамзесом отличная работа рамзес пытается нас так хоть об кого-то джингу мастере но безуспешно не получает этого сделать терпит миде от сакаты саката очень быстро прячется но саката его догоняет и убивает лич телепортируется на миду лича третий уровень на пятой с половиной минуте это не шибк ты много если честно не до сих пор тапка у соло как мы видим и в топе умирает манкикинг 7-0 7-0 7-0 это просто провал вам заса третья смерть мы видим на творца они близки критическим просто первые три позиции это команда эйджи виталити ну друзья извините рафлоту реки еще существует поэтому в принципе если бы проиграть никто даже об этом практически не узнает по факту то есть кто-то узнает но какая сейчас разница даже минор сейчас можно проиграть опять же всем не так будут важны вот если ты мейджер провалил тогда да слышу нас за сезон запланировано сколько 11 мейджеров я думаю уже стало больше ну минор поможет 16 или 17 мейджеров я не знаю мы так много дота комментируем нет такое ощущение как будто уже через месяц снова international а нет но мы все вообще не прошло еще я просто понимаю что потом считал их 11 11 мейджеров лил кстати выходит в топ с инфернал блэйдом и шоквейвом нападает monkey king бьет веномантера веномантеру очень больно палочка тычка отлила и соло добивает новый сюда был какой-то один телепорт от той же lc может быть смогли бы здесь и ответить кого-то убить того же леча например но lc внизу спокойно себе фармит да на центре тоже рейзер как-то не хотел лететь да и телепорт у него был в кулдауне у него такой возможности и не было вовсе вышку в миде скорее всего придется отдать разор восьмого уровня с ним ничего не сделать можно попытаться вышку задинаить и ведь есть глиф глиф используется крипы новые подходят и придется нунечку бороться не торопится пока добивать здесь рядом лил пошел стан в сакату эхо слэма у шейкера нету сакату приходится отпустить очень странная так от виртуз про если честно как они планировали убивать разора вообще мне не ясно загадка мало того что саката вышку добил собственноручно руками да вроде он же добил да он добил вышку то есть получил дополнительный снова на него нападает посмотри на этот раз с манкикингом саката откидывается плазмопилдом палка мимо просто какой-то фейл тестов виртуз про подходит докфайт сактивирует карапасики попадает под действия проклики земли думает таким образом станет его и лил умирает вот это телит практически называется скоро до этого дойдет я чувствую ребята уже просто идут вперед т1 пал на центре т1 пал на топе 911 5000 преимущества за командой и никто с гейминг vitality mom появляется у рейзера 5000 нетворса просто какие-то нереальные артефакты взял за вот эти 9 минут фейсбутс magic vent aquila mom с ума сойти то что виртуз про про проиграли мид это вполне закономерно так и должно было быть когда ты ставишь драгонайта на центр против прозора ты ничего другого от этого лайна не ожидаешь но надо же какие-то другие лайны выиграть у тебя же еще лич в команде лич это вообще самый такой простой герой для победы на лайне разве нет ешь крипов кидайся новый все ну рейзер реально почти все сломало честно вам скажу рейзер это пик который решил очень много на центре драгонайт просто проиграл ну посмотрим ладно не будем пока загадывать не будем хранить одну из команд тут атака на flyby намечается флайбая нет пользы нового его видимо продают параллельно погибает шейкер от сакаты понятное дело да зацепили флайбай его убили или минаид есть на толку от него 0 но внизу саката с рф начинают активно подпушивать т1 еще один т1 это снова преимущество знают где находится супер и сюда подходит нунчик если он нажмет стики переключат пт мана ему нас там точно хватит но он его не может найти просто-напросто и коттал остается в живых остается нетронутым дакфайтс дофармливает свой шестой уровень пока саката вместе с легионочкой ломают вышку в боте сюда подходит лич лич кстати не вкачал айс армор это очень плохо приятно конечно качать нового в 2 она больше дамага дает но армор в единичку в такой ситуации это просто мастер ты не можешь себе позволить качать мне кажется нового 2 когда тебя настолько сильно обыгрывают на всех лайн физическая какая-то сопротивляемость просто необходимо против прозора который уже почти две сотни урона высасывает стати на стати клинк все-таки в 3 прокачано урона слишком много берет тебе еще 15 к ловкости теперь он еще и бьет намного больнее быстрее до урон реально много для такой минуты для рейзера который еще даже не высасывает у тебя ничего уже с предельное количество а если быстро там с лишнюю соточку драгонайта то и вовсе будут проблемы да и это все под минус армором а вот за шторм далее под физическим уроном легионки высоким тоже дэмэджи более чем достаточно пока тяжеловато приходится виртуз просмог активирует вп а дум купил себе перчатку нами да там что там в топе манки кингу били за рекорил супер одного из своих тиммейтов если возможность чем-то ответить но нет дума как как опять убивать сакату даже если из дум как его убивать причем он не подставляется он понимает что он сейчас является слабым слабой точкой на карте то есть три игрока в топе они никак не могут прийти ему помочь в боте легион который прячется в лесах убить нереально потому что на ее просто не видно единственного героя который увидит на карте которого можно бить это разор естественно ему надо отступить и он отступает не подставляется даже если бы на него напали я честно говоря сильно сомневаюсь что смогли бы убить у него в качество пассивка всасывается клиент на центре ну то теперь что ну ну делать то есть он пытается конечно убежать теряет 105 ой еще и мол слушай а связь то не разрывается 6 на 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 и харморчик бы сейчас но вроде бы все в порядке плазма филд видимо в кулдауне правда я не знаю что хотят ребята делать вдвоем втроем саката убивает одного убьют наверное все таки но джингу мастери появляется да палка мимо саката очень круто играет но расстояние атаке у рамза с тем и менее огромный наконец-таки убивают райзера снимать стрик почти семь сотен залетает в копилку кэри команды bp и 1000 золота для virtus pro в целом как для команды флайбай в топе вышку доел вот неприятность monkey king тоже решил у нас через медасик играть virtus pro решили на медасах выехать возможно в этой игре потому что мы уже видим два потенциальных медаса один на monkey king и другой на думе дум кстати говоря медасик то скоро и купит себе у него уже 1300 золота сейчас ждет пока крипы подойдут к нему поближе потому что страшно выходить дальше рамка не видит своего соперника они вообще ничего не видят а сейчас только на карте появляется никс видит цель подкоп не точно надо нажать карапасики грамотно будет карапас используется шейкера зацепили рейзер начинает снова высасывать огромное количество урон драгонайд просто сверпорт говорит я пошел всем удачи парни в итоге убивают и чай летает крутой чайник погибает никс ассасин рейзер пошел дальше видит шейкера но за шейкером уже не угнаться в целом в целом неплохо в целом союз там две сотни тут четыре сотни дали соло то есть по деньгам разумеется в п в небольшом на плюсе после от драки на каждая секунда дорога каждый крепочек которого может добить monkey king doom dragon night если он не умрет она того действительно стоит и шейкер ему очень очень важно как можно скорее купить блин хотя я так смотрю на его фарм смотрю на пространство в котором свободно сейчас вертус про перемещается я понимаю что даггер он свой вынесет только если виртус про смогут камбэкнуть в тимфайте ну чека будут ловить и ничка спасти уже нереально не хочет его дуэрит еще и дуэль не он ждет он ждет момент наверное но так можно не дождаться его да дождался проверяй как говорится но это уже это уже такая жадность знаешь чтоб я точно хочу добить именно получить урон с дуэли да черт с ним с уроном получил этот урон но елы палы дуэль длится четыре секунды неужели разор за четыре секунды его просто не не расплющат своей плеткой низ не захлыстает его до смерти конечно захлыстает там еще работает а я за шторм ну короче добили бы мне кажется дум повесили на котла котла очень важно за динает чтобы лил не получил золото слушая его даже динает похоже не придется не придется идет палка палка дружище не убегай иди ко мне куда бежишь но на панике мне кажется просто нажимаешь четыреста пятьдесят четыреста пятьдесят шесть золота вот просто как можно жаловать кикнуть ну да не но это ненормально там отвлекся может он закупался надо было занять конечно представляешь насколько был бы круто если поздно или во первых потратили дум 140 секунд кд у дома 145 прошу прощения убили самого дума и не дали ему возможно сделать то есть это совершенно вернусь про ничего не получает а так они хоть какие-то деньги обновили пространство куда-то создали рамза спрыгнул прямо на гейл получает дуэль от легионки сейчас зарядится джингу но это не волне настолько сильный да lc совершает уже серию убийств 303 8000 за командой айджи виталити внизу атака на драгонайта ну 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 может уйдет волк да уйдет хорошо очень четко после стану некососательно подождал и улетел понимаешь что телепорт больше сбить нечем хоть ты и у собирай райзеру но понятное дело что нет ну зато скоро будут форста у райзера а там уже и пика у дума появляется медальон 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 медас лил хорош к лилу претензий нет лил первый надворц своей команды по-прежнему имеет кипер вызывает уже полагонима имеет друзья очень много ну понятно что у всех сейчас будет много денег может кроме никосасина который уж как беднова то что у айджи виталити много будет денег это да действительно понятно кстати хотят напасть на пашу который дофармливает свой даггер в топе успевает ваша откинуть за фиссуру но все равно на него нападает него нападает и это первая выигранная дуэль для легион очка проблема в том что айджи виталити есть персонажи которые позволят рано зайти на хайграунд понимаешь то есть игру не вытянуть когда у соперника много золота но у тебя есть например хороший от спам или неподходящий герой в пике оппонента да которые не могут быстро ломать строение ты можешь всегда просто я понимаю что это конечно очень долгий путь победе и хочется как-то попармить на карте ну вот это касается пабов да что если тебя выиграли там за первые 15 минут у тебя всегда есть шанс на хайграунде задэпится если тебя подходящий пик а у соперника нет ты можешь пятером встать на хг дождаться когда соперник пойдет скинуть все свои скиллы либо отогнать его и выиграть еще время либо убить кого-то и уже какой-никакой контроль на карте прихватить здесь у айджи виталити просто превосходные герои для того чтобы заходить на хг котл купит аганим и днем это огромное количество лечения ну и демочи естественно веномастер с вардами он будет заставлять просто весь хайграунд не даст никому подойти безнаказанным драку и дать какие-то свои скиллы или как-то атаковать поэтому виртуз про надо как-то радикально действовать вот они сейчас отдадут своего рошана в размен но она ты один разменю и то не факт может быть успеет эту башню еще и позаищать глиф есть телепорта делать можно я пришел вышку должны забрать и хорошо бы ее забрать паша потому что ему очень важен блин но он в итоге не будет власти похоже ласкики будет нечто статемчик нажмет давай но отдают рамзесу рамзесу диффуза нужны он отменил покупку медаса и правильно сделал потому что с учетом вышесказанных вещей медас тут вообще никак себе не купил то есть ты на хайграунде не отсидишься здесь отсидеться не получится здесь нужны артефакты прямо здесь и сейчас конкретно в данный момент чтобы защитить свой кайкаун это можно сделать надо только кастануть doom я не знаю веномайсера до его прокасты ну или в разор а у разора есть тогда отменяется ну либо в легионку либо веномайсера лучше веномайсера наверно можно в котла если у него гоним есть убить его как-то быстро никс кстати тут вендете пробегал под центрями на его им подцепить никак не получилось кастует даст и doom но голые а секунды 4 не обнаруживает паша скрупулезно дофармливает свой блин по монеточки по копеечки по зернышку собирая деньги все что только можно найти маленьких крипов больших крипов баунти руны телепортируется на базу может что-то продать нет ничего не продает покупает в итоге блин дагер сейчас можно активировать смогут если вертус про удастся пиков нить кого-то неважно кого ну так только не разор у которого есть то они будут в плюсе при условии что они конечно не все ульты потратил эхослэм doom чайник да и так далее хотя бы один эхослэм ну или желательно даже без просто ворваться зачем станет какую-нибудь веномайсер или котлай быстро его убить если он будет один бегать где-то далеко от своей команды ну ничего видят здесь его наверное видимо и за ним выбегает док файтс который кстати купил себе миндас нажимает крапаса очень грамотно станет здесь ну на но помощи никакой не было рядом поэтому открываться из вендетты не было совершенно никакого смысла легионка в топе с руной невидимости готовится нападать на паулу так вот немножечко и на это все да на топе нападение есть блэдмейл ой-ой-ой-ой-ой-ой как же больно то лилу и за счет именно блэдмейла мне кажется больше степени лил в итоге отстанился отстанился думал оу ничего себе и чё дальше хрипа застрял похоже что ничего даже не пытался уже нам это плохо это плохо очень потому что дум высокий кулдаун имеет до дошелся дунта сейчас закончится проза так на себе лт нажмет фул хп поехали дальше странно умирает рамз с рамз с получать блэндинг лайн о подожди может быть рамз еще будет жить есть польза нового тем не менее раза все-таки погиб их сломать паша по двоим играет одного убивает второго но хоть что-то но супер правда сюда уходят на топе уже сака то забирать пытается три прикол от кипер взяла это сака то отсюда отходит назад и риколицу там вниз тут ну а тут ты дел телепорт надо бы как ты его сбить дуэль через секунду не хватило немножко совсем 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 чуть-чуть как сака тут отправляют соло под шрайном будет жить сака то лучше отойти назад урона не так уж и много чтобы под шрайном убить даже леча но ситуация остается до сих пор критическое лвп преимущество очень много у команды айджи виталити кое-как они не крайне агрессивно может можно принялись до получили какие-то деньги убили кора убили саппорта 4 позиции но в целом и потеряли нескольких героев до рамз с потеряли том числе у гэри регенерация попытка была ворваться от лц немножко не получилось на реколе приходит веноманстер очень удобно да не надо какие-то телепорты делать моментально реколе может любого герой ставерны после воскрешения вернуть костал котл с быстрым агонимом это конечно главная боль для любой команды для любого пика потому что особенно еще если если на тебя нападают постоянно ладно ты на защите стоишь да он мешает тебе сплит пушить всячески реколит людей не заставляя их таким образом тратить телепорта это позволяет им в момент например отступить и по дефать вышку и потом ты их можешь обратно за реколить этих самых людей которые отправлялись контрит сплит пуш ну днем ты лечишься от люминейта легко пушить выступать легко и мы ждем от супер наверно покупки форста в ближайшее время гем гем вроде не требуется словил сутки лбл диффуза у манки кинга диффуза у рейсов но рейзер слишком много нафармил посмотри пика мол на диффуза у манки кинга просто диффуза ты понимаешь насколько разница просто огромная но это ужасно да это это плохо это плохо и никто не говорит что будет легко здесь виртус про победить нужны какие-то какие-то авантюрные решения дождаться дума например и попытаться что-то сделать дум съел крипа спурджем зачем ему крип спурджем давай подумаем в общем-то особо то не зачем но замедлять наверное не знаю разве что волк мне кажется был бы хорошим решением здесь дэмэджа не хватает все герои у соперника очень плотный дум не попадает к сожалению в смоук стоят за спиной у дрэгон на это видит как соката в боте с руной иллюзии толкает лайн но сейчас ребята наткнуться на никса который может развеять этот смоук и будет очень неприятно да действительно никс смоук развеял и виртус про вроде бы и понимали то что никс рядом но но они не понимают насколько много еще персонажей рядом с этим никсом и поэтому использовать как-то просветку пытаться на этого никса нападать они не стали решили просто в рассыпную броситься и никого убить не получилось а тут наверно смоук со стороны айджи виталити да вот он вот он смоук со стороны айджи виталити они бегут на вражеских эншентов убивать там дрэгон на это дрэгон и дождался спауна нейтралов сейчас заберет баунти руну но его должны убить но как-то медлят медлят ребята здесь на не 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 тут все дуэли статик линк еще урона высят много рейдер даже выгодно что не убивает дрэгона это очень быстро в итоге у сока ты 147 урона руна волшебства не нужно пойти прогуляться статик линк он будет накапливаться я же правильно понимаю если например сейчас он появится он же не будут идти поверх хороший вопрос не знаю я подумал очень сильно удивился когда увидел как работает линкин сфера под аркейн руны и то есть она быстрее откатывается но ты не можешь на себя две линкин сферы повесить то есть она же как бы по дефолту действует какое-то время за счет сниженного кулдауна ты не можешь на себя две линкин сферы может быть с статик линком такая же а может нет знаешь механика разная то есть у рейзера два ультимейта будут работать а экзорцизма два доз профит не будет и непонятно почему так ну да вроде скиллы действительно похожи ну все таки два экзорцизма это реально имбово хотя два ультимейта разора это вообще то тоже имбово это тоже круто монолик на дуумат т3 башня падает лич конечно броню немножко выигрывает время но не супер много блатни лайт еще придачу элементы постоянные день на дворе стоит очень много змея твена марсера но это три башня рано или поздно падет ничего не могу сделать пока что в па им нужно как-то иницировать шейкер может как-то ворвется посмотрим скорее всего нужно отдать эту линию то есть они здесь уже не могут ворваться им надо оставить здесь лича и шейкера чтобы спамили скиллами а других персонажей отправить по топу там например по боту и сплитпушить но вертус про уже просто не могут выйти из базы их начинают давить monkey king все-таки делает паут обратно решили дать бой похоже что решили дать бой нажали смолк это может быть провальный действия драка здесь будет проиграна это конец игры вот саккату было бы быстро убить клево но саккату то быстро не любят штатик линк на лила лила остается без маны да это очень много урона просто никуда ой-ой-ой как же лил это много урона подарил 175 единиц в итоге минус лил и лиминейт залетает погибает также и ну ничего не сделав проблемы у monkey king это трипл килл для саккаты лил подошел получил манолик и отдал просто миллиард урона ультра килл для саккаты и парни по-моему готовы рэмпатч отдать падает страна байбеки пошли байбеков очень много нужно отойти айджи виталити они выполнили уже колоссальную работу в конце концов линия все равно упала только вы еще погибли и ничего еще и байбеков надела огромное количество то есть нужно было сопернику отдать линию и просто идти и сплит пушить то есть заставлять их как-то отступать и впоследствии когда соперник уже не будет находиться в правильном боевом порядке так распределенно и хорошо стоять чтобы там не задело их фиссурой там двоих-твоих чтобы эхо слэмом их не зацепило тогда можно попытаться неожиданно напасть но когда соперник уже подошел к твоей этой тревышке вот об этом мы говорили с тобой в самом начале что есть пики как которые ну не могут быстро ломать да не могут вообще зайти на хайграунд тут пик у айджи виталити как раз такой который может зайти на хайграунд они дофармили свои вещи и все они спокойно заходят если они доходят до хг и никто их не заставляет отступить обратно они сломают тебе линию и если у тебя нет фарма на шейкере нет фарма на дрэгонайте на манки кинге ты их остановить не можешь из-за того что виртус про допустили ошибку сейчас в миде бика айджи виталити продолжает их кушать и они будут это делать до тех пор пока их кто-то не заставит отступить это понимает шейкеры или нет просто собрал по он сюда видимо еще один бой попытаются дать виртус про здесь на хайграунде это все очень сложно сделать заставить соперника отступить идти сплит пушить как-то но это единственный вариант на мой взгляд хоть как-то сыграть в этой конкретной ситуации рэй по толцая рэй по от сакаты используем на блокенбар по сути никуда 3 башня падает думы все еще имеется ультимей драганай все еще имеется форма 3 башни падет но момент момент есть да блокенбара как бы у рейзера нет и сейчас бы как-то ворваться может быть дум выбить фрейзера может быть на монстр поглядим но пока ребята бездействуют непонятно как инициировать жду таха слэм манки кинг телепортируется шмари шейкер дум точнее телепортируется за спину будет нападать а здесь драганайд с карапасами вермансер свой прокаст уже весь выдал дум давать него бесполезно манки кинг пытался дать ультимейт моментально получил дуэль правда блудмейл алца не нажал получает таха слэм выигрывает рамцесс дуэль но погибает драганайд он без байбека манки кинг дает ультимейт погибает также никс асасин но ребята понимают что это конец и гг команда вп приезжает на турнир ну тут как бы решили ребята все достаточно просто кто-то видимо погибли писал гудгей может быть и было и так а ну кто же еще ну да все слушай вот это парни летели через всю планету сыграли 1 б.у.3 и все лутанули бабла снялись нормально не ну в принципе я не думаю что турнир рассматривали какой-то турнир важный естественно мы с тобой в самом начале говорили что этот турнир это больше похоже на вообще в принципе любой турнир это больше шоу потому что только с шоу зарабатывают организатор но этот турнир это прям супер очевидное шоу да и команда сюда приезжали для того чтобы ну там сняться в голливудском фильме как нам да рассказывают то что на manila weekend all star там будет присутствовать команда режиссера из голливуда который там какой-то проект свой делай то есть всего четыре команды никаких тебе очков квалификационных для того чтобы получить там прямой invite international чего этого нет очевидно команда сюда летели преследуя какие-то другие цели они там занять топ-1 так сейчас мы тут всех развалим сыграли как сыграли своими обыкновенными пиками но в какой-то момент это же виталити просто оказались сильнее поэтому на самом деле зная голливудские фильмы русские должны были проиграть конечно но победил но все равно китай понимаешь как бы китай он же тоже блин так американцы тоже проиграли ай-яй-яй вот так русские американцы должны были финале столкнуться завтра оптики оптики гейминг виртус про вдруг внезапно tnc и ай-джи виталити что-то у них там случится дима рачей по ходу плохой голливудский сценарий вообще не вижу смысла не проработана не соберет абсолютно bad комедия на обзор на него не напишет ну ладно все ребят всем спасибо за внимание завтра этот турнир продолжится будут играть в финале manila weekend all star такие команды как тинси и ай-джи виталити более подробно об этом вы можете узнать из социальных сетей рухаба из наших социальных сетей с лексом поэтому подписывайтесь короче все всем пока все услышимся на будущих трансляциях я хочу кричать хочу кричать все давайте даем спасибо за просмотр! 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 спасибо за просмотр!